Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время поговорим о том, что происходит на финансовых рынках. Обсудим текущую ситуацию. Ну и в теме сегодняшнего эфира сделаем небольшой акцент на национальную валюту. Обсудим ее ближайшие, а может быть и отдаленные перспективы с точки зрения укрепления, либо напротив ослабления. Итак, прежде всего, представляю сегодняшних гостей в студии «Сухой остатка» Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп. Добрый день, Анатолий. Добрый день. И в студии Дмитрий Шагардин, начальник отдела доверительного управления брокерской компании «Китфинанс Брокер». Добрый день, Дмитрий. Добрый день. Напоминаю, кстати, Дмитрий к нам специально ездит из Питера, поэтому ему особое благодарность. Респект. Респект, спасибо. Уважаемые слушатели, для вас я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Вы можете позвонить, написать, задать свои вопросы, поделиться собственными мыслями по этому поводу. И начиная эфир, давайте я информацию обновлю. Итак, картина маслом. 15.07 в Москве. Что к этому времени произошло на этих самых финансовых рынках? Так, американская сессия торговая вчерашняя закончила. Ну, позитивненько, хотя и скромненько, но тем не менее. В плюсе, Dow Jones подрос на 0,1%, совсем скромно, на 0,01% прибавил NASDAQ и S&P плюс 0,07%, 1771. В общем, пока достаточно уверенно смотрит вверх. Далее смотрим на Азию. Nikkei 225 в плюсе на 2,2%. Чуть скромнее, но тем не менее, тоже почти процент прибавил китайский индикатор. Европа сегодня в легком минусе. Фудси теряет в моменте 0,2%. Индикаторы российского рынка сегодня подрастают, причем делают это активно. По крайней мере, то, что вижу я сейчас. Итак, к этому моменту РТС в плюсе на 0,3%, ММВБ на 0,8%, соответственно, 1432 и 1495 пунктов показывают индикаторы. Нефть марки Brent подрастает, 106,5 стоит этот сорт, 95,20, лайтсвит, золото, 1280, пока без видимых изменений за последние несколько сессий. И индикатор валютного рынка евро-доллар торгуется в районе 1,34. Так, ну и котировки акций. Котировки голубых фишек российского рынка сегодня в основном в плюсе. Хуже рынка МТС, обычка падает на проценты, все остальные весело смотрят вверх. Газпром прибавляет проценты 0,2%, 0,6% ВТБ, 1,5% Сбербанк, 103,5%. Далее, Роснефть чуть больше процента, Ростелеком также в плюсе на процент, Лукоил 0,6%. Ну так как-то оптимистичненько сегодня, да? С чем это связано? Неужели с укреплением рубля? К эфиру нашему подготовить. Может быть, кстати, да, по поводу того, с чем это связано, неужели с укреплением рубля, я забыл об этом сказать, но тем не менее, подчеркну, рубль сегодня слабеет, причем делает это активно и практически уже к 33 фигуре подошел. Вот. Это тоже, да, Дим, на фоне растущих акций российского рынка мы видим ослабление рубля. Что это? Такое бывает. Апокалипсис. Да нет, ничего страшного. Где логика, логика, я все время пытаюсь... Хотя, извините, небольшое лирическое отступление, ну это связано, во-первых, с тем, что я уже человек не молодой, вот, за плечами много всякого интересного. Я просто вспоминаю, ну, понятно, что раньше деревья были большими, да, и вообще много было интересного. Но тем не менее, говоря о рынке, раньше, мне так кажется, да, Дим, может меня поправишь, Толь, говоря о рынке, раньше были какие-то жесткие взаимосвязи. Вот если одно вот так себя ведет, то второе обязательно будет вести себя вот так и никак иначе, ну потому что так устроен мир. А сейчас, видите, мир... Так был устроен. А сейчас, видимо, мир рушится или на грани разрушения. Ну это, конечно, шутка. Черный юмор. Дим, как ты по этому поводу? Да хорошо все. Все хорошо? Все хорошо. Ну вот, давай тогда, хорошо. Этот самый, да, российский рынок подрастает, а рубль слабеет. Вот где, как это понять? И не вдорожает. И не вдорожает, да. Тут локальная ситуация, я бы так не смотрел на такие краткосрочные какие-то всплески эмоциональные, скорее всего, там, смотрим, как всегда, длинные отрезки, длинные периоды времени. Рубль, кстати, в последнее время, в последний год-два стал, если так можно выразиться, более техничным. Ведет себя достаточно хорошо, не то чтобы предсказуемо, но... Ну я понял, а техничным это как? Ну, в прямом смысле. Точнее теханализ. Во-вторых, да, языком таким, это, во-первых, во-вторых, та политика, которую проводит Центральный банк, постепенно его отпускает свободное плавание, расширяет границы, сначала это всех пугало, поначалу, теперь уже эти новости даже не обращают внимания, потому что там коридорчик постепенно раздвигается, ничего трагичного нету, все нормально. Если говорить в целом про ситуацию, то какое-никакое оживление экономики наметилось у нас по осени, судя по тем же опережающим индикаторам, которые выходили, там, PMI-индекс, к примеру. Если взять, это хорошо, это неплохо и это предсказуемо достаточно, потому что все-таки Китай начал чувствовать себя более уверенно во втором-третьем квартале и, соответственно, Европа выходит из рецессии. Это наши главные регионы, куда мы экспортируем нашу продукцию, наше сырье в первую очередь, поэтому вслед за ними мы тоже себя вроде как начали неплохо чувствовать, поэтому рубль так в целом остается достаточно стабильным на самом деле. У него коридор определенно нарисовался, сейчас мы, судя по всему, подошли к верхней границе этого коридора, но я пока каких-то апокалиптических прогнозов бы не давал. Я помню, это хорошо, это хорошо. Ну и я-то, собственно, пошутить хотел, ты же понимаешь, я тоже с оптимизмом смотрю в будущее. Толь, вот Дима, по поводу валютного коридора, политики ЦБ, раньше, как, опять-таки, цитирую Дмитрия, раньше нас это напрягало, потом на это перестали обращать внимание. Со временем, я думаю, нас это будет радовать очень сильно. Вот на твой взгляд, да, политика Центрального банка, ну, направлена, по крайней мере, на то, что рубль все ближе и ближе, да, точнее, его курсы ближе и ближе формируются некими рыночными условиями. Он не сдерживает его, ну, по крайней мере, так крепко, да, в объятиях не сжимает, как это было раньше. На твой взгляд, это позитивно для российской экономики? Это позитивно, несомненно, для российской экономики. И вот единственное, чего бы очень хотелось, я думаю, что и банкирам, всем российским бы хотелось, чтобы Центробанк все-таки пересмотрел свою позицию по ставке рефинансирования. То есть очень сильно ждали в связи со сменой руководства. Извини, пожалуйста, да, я прошу прощения, я все-таки думаю, что некий анонс надо в этом сделать. Я напомню, что у нас Анатолий Артюхов, член Совета Директоров Федерал Финанс Групп, и, ну, если уж не от лица всех банкиров сейчас выступает, то, по крайней мере, да, от лица заинтересованных лиц. И вот с этой точки зрения мне хотелось бы, да, чтобы ты свою позицию более как-то конкретно озвучил. Действительно, банкиры, ну, по крайней мере, те, кто занимается, да, о финансовой деятельности заинтересованы, чтобы Центробанк изменил свою позицию по ставке рефинансирования. Абсолютно верно. И я думаю, что не только банкиры, потому что те же самые промышленные производства, которые ищут финансирование на российском банковском рынке, им, конечно, неподъемные сейчас проценты по кредитам совершенно, которые не могут стимулировать развитие экономики. Да, да. Все завязано на стоимость денег. Во-первых, отсутствие длинных денег. Здесь опять мы берем и видим зависимость, там, в том числе из-за ситуации тяжелой с пенсионным фондом. И само стоимость денег, то есть ставки рефинансирования. Очень ждали в связи со сменой руководства Центробанка, что очень резко произойдет снижение этих денег для банков. Но этого не произошло и, похоже, не будет. И не будет. Ну, ближайшее время, наверное. Хотя, с другой стороны, Дим, бытует мнение, что ставка рефинансирования у нас, по крайней мере, внутри российской экономики, очень номинально, то есть не имеет того веса, того значения, как в развитых экономиках. Это так? Да. Ну, Центробанк, собственно, и сказал, что ставка рефинансирования в ее прямом значении, она не является определяющей. На предпоследнем, по-моему, заседании досказал. Ну, когда он базовой ставкой назвал ставку. Да, да, да. Ну, ставка, она рыночная, на нее все ориентируются, а ставка рефинансирования такая, ну, чисто действительно номинальная. Здесь, ну, на самом деле, мне нравятся те шаги, которые сделал Центробанк в последнее время. Я, скорее, согласен, что хотелось бы увидеть смягчение некой монетарной политики. Интересно сейчас посмотреть за риторикой Центробанка в свете вот последних событий, а интересна его политика в свете вот тех инфляционных ожиданий. И, в целом, Центробанк-то сам и говорит, что да, вот мы ориентируемся на инфляцию, таргет наш, но инфляция-то у нас не монетарная. Давайте мы об этом поподробнее поговорим. Единственное, сейчас сделаем паузу, послушаем новости на Финам.ФМ с интересом, потом продолжим. Ну, что ж, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп и Дмитрий Шагардин, начальник отдела доведительного управления Китфинанс Брокер. Мы говорим на тему национальной валюты, российской любимой. И, собственно, сейчас, если не возражают мои уважаемые гости, поговорим о монетарной политике Центрального банка Российской Федерации. И в связи с этим еще у меня несколько вопросов. Будет и не совсем о банке Российской Федерации. Я напомню для слушателей. Телефон в студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Ну что ж, Дима, ты говорил о том, что в связи с инвестиционными ожиданиями... Да, Центробанк имеет своей целью таргетирование инфляции, как многие, абсолютно большинство центробанков глобальных, мировых, как ФРС, ЕЦБ, Банк Японии и так далее. И, соответственно, поставил себе установку инфляционного таргетирования. Но сам же при этом не раз отмечает, что инфляция в России имеет немонетарный характер. И во многом формируется за счет повышения тарифов естественных монополий и так далее, в той области, которой он не может никак рулить и управлять. Потому что они устанавливаются государством, правительством и так далее. Поэтому тут такая нетривиальная задача. Достаточно сложно в таких условиях маневры делать, особенно в тех условиях глобальной экономической ситуации. Она невыполнима, Центробанк не может жить, по большому счету, ничего сделать. Я думаю, постепенно процесс этот будет идти, нормализации все-таки. Но тут надо, соответственно, связка, опять-таки, Центробанка с правительством жесткая должна быть. И понимание общих целей. Кстати, спасибо, Толя. Я так понимаю, что именно с этой связи ты озвучил мысль, что в связи со сменой главы Центробанка у всех, по крайней мере, у финансистов или у бизнеса появились надежды. Потому что новый глава Центробанка более как-то связан с правительством, чем предыдущий. Да, надежды, ожидания просто не совсем было понятно, не было абсолютно четкой программы, как будет действовать Центробанк при смене руководства. То есть теперь все смотрят, внимают каждому вдоху, вздоху и так далее. Да, именно это я имел в виду. Смотрите, для того, чтобы простимулировать, опять, то, о чем ты говорил, да, создать стимулы для развития российской экономики, мы говорим о том, что хотелось бы. Более дешевое заимствование финансировать и, соответственно, более длинное. Длинное, конечно. Вот одна задача и вторая задача. Давайте попытаемся представить или попытаемся порассуждать о том, насколько они решаемы в современных условиях российской действительности. Ну, по поводу, давайте, длинных денег. Дим. Вопрос этот стоит очень давно, очень серьезно, поднимается. Это деньги, в том числе и пенсионных фондов, о которых мы тут... Да, да, за эфиром. За эфиром, да, начали говорить. Вопрос, мне кажется, не одного года. Вопрос не одного года. И в текущей экономической ситуации, в целом, вот, в той ситуации, в которой находятся и вся группа развивающихся страны, Россия, в том числе, вот, в той ситуации на сырьевых рынках, Россия — это нефть, газ — это сырье. К сожалению, пока не могу говорить о том, что ожидаю супер каких-то позитивных двигов. Я лишь надеюсь на то, что вот это вот сложные времена, они действительно сложные, непростые для экономики России, они как-то будут стимулировать правительство предпринимать какие-то решительные шаги, наконец. Хочется этого видеть, потому что кризис 2008 года, по большому счету, никто не усвоил, на мой взгляд. Уроки, уроки, конечно. Уроки, уроки, конечно, да. И решительных шагов не было сделано. Цены на нефть быстро восстановились, все восстановилось. И вроде бы и нормально. Да, все цвело и пахло, и вроде как бы нормально. А теперь вот ситуация опять меняется. Уже с 2011 года цены на нефть не растут. Соответственно, на номинальном значении в 2011 году они пики нарисовали и постепенно снижаются. И в том числе и другие, соответственно. Сырье другое, все это также стагнирует вместе с российской экономикой. Мы вот так плавно вползли в рецессию. И какое-то локальное восстановление наблюдается. Но как долго продлится, опять-таки вопрос. Я поэтому думаю, надеюсь, что такая ситуация будет заставлять власти действовать. Желательно, чтобы действовали в правильном направлении. Пока никто не знает, что это за правильный. Вот я хотел как раз. Власти, может быть, не знают. Они бедные и несчастные не знают, в каком направлении двигаться. А мы сидим здесь умные такие. И можем им подсказать. Боюсь, что нет. Вряд ли. Но с другой стороны, я точно знаю, что ситуацию исправить можно. Потому что, вот смотрите, как бы ни ругали наш любимый зеленый Сбербанк, но за последние 10 лет команда Грефа, которая пришла туда, она сделала практически невозможное. Она сделала из такого застарелого, жуткого, я не знаю, практически совковой структуры одного из наиболее, так сказать, технологических и продуктово продвинутых банковских структур мира. То есть я, ну вот насколько я понимаю, была и есть задача, чтобы банк вошел в пятерку крупнейших банковских учреждений мира. Я не знаю, насколько она уже выполнена или не выполнена. Но вот вместе с тем пришли люди, посмотрели, у них был карт-бланш, и они, ну на мой взгляд, я вот 20 лет, скоро будет 20 лет в банковских структурах, на мой взгляд, они сделали невозможное. Когда у тебя юбилей? В марте следующего года. Не забудь пригласить это. Обязательно. 20 лет это серьезно. Ну, хорошо. Так что я думаю, что есть люди, у которых есть понимание, что нужно сделать, и если их правильных людей поставить и дать им определенный карт-бланш, то, в принципе, невозможное сделать, можно достаточно быстро. Ну, давай так, ты привел пример. Во многом я с тобой согласен тоже. Дим, я не знаю, там, возразить, не возразить. Я разделяю только среди. Да-да-да, нет. Вот пример со Сбером действительно такой достаточно выдаю. Хотя, еще раз говорю, да, многие наши сограждане там, ну, по-разному относятся, да, к этому зеленому другу. Ну, факт остается фактом. Он был таким, а стал иным. Это так. Ну, это заслуга одного конкретного лица, я так понимаю. Нет, это команды заслуга. Хорошо. Вот есть лицо, он собрал команду, это лицо собрало команду, да, и вот он результат. Значит, такое же можно сделать и в других областях, не только в банках. Ну, то есть, мысль какая? Это нужно опять делегировать господину Грефу, или у нас есть другие лица, которые могут точно так же? Думаю, что есть. Думаю, что есть. Ну, не бывает такого, что вот один гений на всю страну. Тогда что надо, Дима? Клич бросить, да? Или там, помните, алло, мы ищем таланты. Такая была в советские времена программа, и вот, значит, по городам и весям. Почему нет? Почему нет? Опять личность в истории. О, вот это вот старая тема. Еще в советские времена, правда, она тогда говорили как раз наоборот, что личность невозможна. Вот если мало чего-то там, ну, в общем, вместе сгрудились, тогда эта сила личности все-таки имеет значение. Если найти правильных людей, которые правильным образом построят работу, то потихонечку, не сразу, не в один день, но достаточно быстро все сделают. Вот, ну, посмотрите, я говорю, характерный пример это Сбербанк. Я понял. Почта России там... Другой характерный пример. Да, 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 да. То есть, пример о том же, но с другой стороны. В обратную сторону. В обратную сторону. Возвращаемся к Центральному банку. Дим, на твой взгляд, вот, новый глава и команда, которая вокруг нее, это... Ну, в том же направлении. Мне кажется, это серьезная сила, и я уже говорю, что мне нравится в целом то направление, которое выбрано новыми властями. Да, конечно, хочется несколько более мягкой политики монетарной, я уже обозначил причины, по которым это не делается в целом. Будем дальше мониторить ситуацию, на самом деле. В целом, пока, вот, если говорить про развитые страны, про ту же Еврозону, ту же США, там, да, но явно дефляционное настроение, особенно в Еврозоне, которая тут недавно на днях срезала ставку, очень неожиданно. Это было решение для многих, абсолютно для большинства. Это было понятно, что в перспективе это произойдет, может, там, чуть позже, может, к декабрю, но, тем не менее, это произошло сейчас. И, в целом, пока настроения в глобальной экономике, они все-таки больше дефляционные, и, скорее, вполне возможно, что и инфляция в России постепенно будет также держаться в узком диапазоне, может, даже будут периоды, когда она будет продолжать снижаться, темпы ее роста будут падать. И это сподвигнет, соответственно, монетарной власти к тому, чтобы действовать и идти в сторону некоторого смягчения. Ну, смотри, вот замедление инфляции, да, ну, как ты предполагаешь, в России, это будет все-таки результат того, что в мировой экономике, да, нет? Ну, да, я пока с этим больше связываю. Ну, понятно, что еще у нас заморозка тарифов прошла, безусловно, это тоже окажет влияние, потому что один из ключевых факторов, так или иначе. Возвращаясь к Еврозоне. Ну, действительно, я уж не знаю, Толик, у тебя какие ожидания были по поводу снижения процентной ставки, но если мы, да, консенсу прогнозы, вот, вспоминаем, там, две недели назад, три месяца назад, ну, мне кажется, там даже не 60 на 40, а 70 на 30, 80 на 60. Там как-то было вот 67, не ожидали изменений. Да, 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 ну, то есть больше количества, да, больше 50, не ожидали никакого изменения, хотя там разговоры об этом ходили, вот, и вдруг вот это случилось. Это опять, ну, давай так, это опять попытка выйти из рецессии, это попытка снизить стоимость заимствования, это попытка, ну, я не знаю, 1,38, да, к тому моменту мы видели в евро-долларе, это попытка, значит, удешевления евро, вот. Вот, какая задача решалась ЕЦБ? Вот, к сожалению, затрудняюсь, да, потому что не зря даже ожидания были соответствующие. Да, да, здесь, ну, один из ключевых факторов, на который ссылались, безусловно, это дефляция, это 0,8% было нарисовано данные по CPI под привилительским ценам, при том, что мандат ЕЦБ это 2%, инфляционный таргет, так называемый. Это раз, ну, соответственно, во-вторых, по поводу дорогого евро здесь бы, наверное, так речь не поднимала, это все-таки не те уровни, на которых надо, там, бить в колокол, это 2, а третье, соответственно, в любом случае, так или иначе, были ожидания на то, что ЕЦБ будет монетарную политику усмягчать, там был вопрос в том, он будет через процентные ставки это делать, либо через запуск нетрадиционных мер монетарной политики, но пока пошел по этому пути, и, наверное, это правильно. Я понял, еще раз новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем, как всегда, текущую ситуацию на финансовых рынках, говорим о национальной валюте. Сегодня в студии Анатолий Артюховщин, Совета директоров Федерал Финанс Группы, Дмитрий Шагардин, начальник отдела доверительного управления КИТ Финанс Брокер. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Вернемся к Европе. Кстати, вот заговорили мы сейчас, да, за эфиром опять. Толь предложил эту тему по поводу процентных ставок по ипотеке в Европе, да, почему они вот такие привлекательные, в том числе и для наших сограждан. И опять возникает, ну, такое впечатление замкнутого круга какого-то, да. Сейчас давайте два слова по поводу потребительской активности. С одной стороны, да, понятно, что любая экономика заинтересована в стимулировании потребительской активности. Ну, недавние, да, или события отдаленной давности показывают, что во многом, особенно в Штатах, там, да, примеры такой явные. А вот в прошлом веке во многом, да, собственно, ВВП рос именно за счет потребительской активности, активности в сфере кредитования и так далее и тому подобное. И вот он, на мой взгляд, замкнутый круг, да. С одной стороны, высокие ставки не дают стимулировать эту самую потребительскую активность, да. С другой стороны, понятно. И вот круг замкнулся, Толь. Выход, выход какой? Если бы все было так просто и очевидно, я думаю, что уже давно бы мы были, как говорили в свое время, жили при коммунизме. Жили при коммунизме, я понял тебя. Я понял. Дима? Конкретно по поводу... Ну, в нашей ситуации, вот как эту потребительскую активность можно действительно простимулировать, учитывая такие... Ну, последние данные, там, новости, которые мы получали по объему потребительского кредитования в России, они такие достаточно страшные, что ли. Так можно выразить, говорят о том... В части закредитованности. Да-да-да, совершенно верно. В части закритованности населения, да. То есть, самое страшное в этом всем, что это не так называемый производительный кредит. Это кредит на покупку товаров повседневного потребления. Телефоны. Во многом даже это кредит на покрытие, да, или финансирование старого кредита. Вот это вот очень кошмар. Да, это очень нехорошо, да. Эти деньги действительно идут не в производство, не на создание малого бизнеса и так далее. На какие-то текущие потребления это все не очень хорошо. уже без колокола центробанк без колокола это еще один из тех это одна из тех причин почему экономика наша тоже будет находиться под некоторым давлением потому что это активность она явно будет ограничивать ограничиваться и вот это вот подпитка она постепенно тоже сойдет на нет главное вовремя взять под контроль конечно это дело но проблем проблема безусловно существует по поводу контроля тоже да из первых узнаешь дело в том что регулятор он имеет весьма такое опосредованное право контролировать это он не может запретить не можем да он может там какие-то меры указать здесь просто вспоминается как бы первоисточники теории капитализма и политэкономии товарищ маркс то есть есть только один выход такой очевидный но совсем негативный из всего этого дела это производить товары которые не будут продаваться а именно вооружение то есть разогреть это все может теоретически только война будет работать экономика будут люди зарабатывать начнут деньги тратить пойдет и пойдет и пойдет и пойдет но изначально что-то должно производиться что не должно реализовываться то есть оружие в этом случае логика какая дает что это это что-то производится и не реализуется и естественно постоянно требует пополнения да еще а тот кто работает кто кто это производит он получает вознаграждение начинает тратить и так далее и так далее да вот тебе как они теоретики коммунизма то вот они не коммунизма это просто теоретики политэкономии нас есть звонок давайте послушаем максим день добрый вы в эфире говорите пожалуйста добрый день добрый ну вопрос опять пугающий своей новизной давайте напугайте в очередной раз прогноз экспертов на полгода и на год рубль доллар рубль евро я понял спасибо спасибо ну давайте тебя начнем я просто насколько я помню да максим периодически вопрос задает у него какие-то там то ли бизнес задачи он решает или какие-то может твои житейские задачи вот ну в принципе до конца да я рубль доллар озвучу в целом я думаю планка там 34 верхняя улица один с половиной нижние я пока не вижу каких-то причин по которым могло бы все резко измениться в ту или иную сторону нефть стабильно все стабильно достаточно пока наблюдать как я уже говорил некое подобие циклического восстановления это период опять таки там ближайших там трех шести месяцев дальше уже пока говорить сложно потому что повторюсь развитые рынки идут своей дорогой постепенно устанавливаются провели структурные необходимые там все реформы развивающиеся рынки будут страдать в том числе от дорожающей валюты от дорожающего доллара вот той политики которую проводят центробанки развитых стран то есть вот в эти периоды роста доллара energy market всегда страдают и рубль он находится в контексте опять-таки валют развивающихся стран также будет находиться под давлением хотя надо прекрасно понимать что ключевым для рубля является ключевой лиц стоимость нефти вот нефть мало прогнозируемый очень слабо прогнозируемый такой актив и тут очень много геополитики которая сейчас опять вышла на первый план будем следить за ситуацией но пока на нефтяном горизонте все спокойно это тоже не добавляет и не пессимизма не оптимизм на самом деле поэтому я узкий такой диапазон выставляю и в данном случае до стабильность признат мастерства как говорят еще плавная в данном случае да ци не к нации да вот правильно нет я опять возвращаясь к паре доллар рубль если действительно на движение в каком-то диапазоне да без резких скачков туда-сюда ну в этом случае нет ничего плохого не так кажется ничего плохого не то ли у тебя какие взгляды на национального абсолютно аналогичные не слуги если не случится какого-то шторма то в принципе именно именно так и будет то есть цифры те же например там 34 31 с полтиной то что мы видели последние до полгода как минимум хорошо так давайте вернемся дим значит тоже ты мне мячик бросил этот китаю тем более что да они по сегодня заканчивается пленом у них это да достаточно знаменательные события как для китая прежде всего так и для всей мировой экономики совершенно верно потому что все смотрят раскрыв рот что они там конечном итоге решат и от того что они решат да как будет китай дальше двигаться во многом зависит и все остальные безусловно в первую очередь зависит развивающие страны опять группа имиджи маркетинг называемые дело в том что вот развивающие рынки не в большей степени сейчас зависит от китая чем вот примеры те же сша надо именно нам посмотреть в оба глаза на на китайскую экономика развивающиеся больше чем развиты да почему так ну так уж сложилось партнерство так сложились экономические связи торговые в том числе поэтому безусловно пленом цк он крайне важен потому что китайцы все таки они умеют ставить цель умеет их добиваться поэтому если цель поставили будем внимательно смотреть за реализацией по поводу текущей ситуации мы олег с вами обсуждали еще летом ждали вот такого циклического восстановления вот оно случилось на самом деле прошло около трех месяцев мы его сейчас наблюдаем в том числе и по фондовым рынкам это хорошо видно нет ползли от своих минимумов и минимумы кстати были спровоцированы народный банк китай который начал как раз проводить жесткую политику в банковской системе пытаясь несколько и и охладить соответственно несколько перекрыть каналы теневого кредитования все это все эти процессы будут продолжаться в будущем это очень важно но китай сейчас в плане той же банковской политики он действительно нацелен на ее реформирование на ее развитие и поэтому все будет идти своим чередом важно понимать что китай постепенно будет переходить вот модель инвестиционной и будет переходить модели внутреннего потребления это процесс занят десятилетия это безусловно нельзя говорить о том что резко упадет там спрос китая на сырьевые активы там далее да он будет прежнему высоким и вот этот переходный период он не будет сопровождаться двузначными темпами роста ничего там страшного нету это просто будет переходный период нам россии важно действительно чтобы китай продолжал покупать сырье и держать соответственно планку цен на сырьевые товары в том числе и на нефть поэтому мы от этого зависим да это очевидно добавил что-то я хотел бы уточнить смотри ты в самом начале сказал что в большей степени именно развивающие рынки сейчас от китая зависит да разве ты в меньшей степени связано ли это то с тем что ну штаты те же самые да опять переориентирует свой собственный производство внутрь соединенных штатов америки связано ли это с тем что там идет пресловутая сланцевая до революция ну и так далее и тому подобное ну много факторов по поводу производства перенос соответственно тут безусловно уже китай не такой дешевый как был постепенно производство даже в соседние страны переходит из китая да и поэтому часть производства будет возвращаться в америку это абсолютно тоже нормальный процесс и это опять-таки очень хорошо ложится на идею того что китай будет модель свою перестраивать перспективе но это очень длительный процесс я пока не вижу больших проблем у меня пока на короткий промежуток времени беспокоит то как вот себя будет вести дальше соответственно экономика китайская потому что вот тот наплыв инвестициям произошел там в конце прошлого года в 2010 году было деньги у дошли до экономики сейчас увидели некоторый подъем ну дождь вивиной лак какой должен пройти что они три четыре квартала да ну вот сейчас я думаю что где-то в первом квартале уже втором 14 года это все пойдет на нет уже будет спадать мне интересно как будет власти выкручиваться дальше поэтому я говорю что циклическое восстановление но такой не глобальная но вот все цветет и пахнет нет но не будет это вот локальное оживление в развивающихся рынков и и в китае в том числе вот так как будет четырнадцатом году этот вопрос опять-таки все это ложится на на монетарную глобальную политику да если мы ждем удорожание доллара ну по крайней мере я же то соответственно такие периоды как я говорил уже развивающим рынком очень нехорошо сейчас мы кстати тоже обсудим эту глобальную политику без нее никуда потому что ожидание по поводу сворачивания куе опять сейчас на первом плане на первой плане по поводу китая к тебе вопрос такой ну наверное опять надо подчеркнуть что это не ближай дело не ближайшей перспективы но все мнения вот есть мнение ты любишь наверняка такие фразы есть мнение бытует мнение что со временем юань может стать резерв мировой резервной валютой вот насколько ты с этим мнением согласен я думаю что очень скоро это очень скоро даже ну то в пределах сколько там недели две я думаю я просто скоро подразумеваю в районе десятилетий то есть это реально то есть я думаю что да ну все зависит опять же все правильно согласен полностью дмитрий от того насколько мудрые будут решения руководства китая мудрые насколько настойчиво они будут дай в их дим на твой взгляд дать через 10 лет мы можем увидеть вполне да сейчас уже утверждены вот были реформы еще вот на предыдущие там пятилетки там их периоды либерализации финансовых рынков в том числе отпустили юань ну как отпустили начинают отпускать по чуть-чуть доллара по чуть-чуть по чуть-чуть но время идет и он все больше и больше отпускается поэтому действительно период пятидесяти лет пять тире имеется я вам летите действительно вполне возможно что я не станет мировой резервной валютой вполне может быть и уже предпринимаются определенные шаги ну смотри вот мировая резервная валюта с одной стороны да на чем базируется и и подобный статус да на том что я не знаю вот доллар почему сейчас резервной валюты потому что все до крупнейшей мировой экономики ну в том числе и что всех меньше мировой экономики свои золотого резервы свои хранят доллара или в активах на минирует долл вот в китайские активы сейчас нет нет не активно идут пока еще что должно произойти чтобы эта ситуация меня опять-таки либерализация финансового рынка тотальное соответственно развитие финансовой индустрии то есть процесс очень тяжелый но еще раз повторюсь и уже есть программы уже они выполняются постепенно процесс будет идти он правда будет очень долго идти поэтому не стоит гореть что это будет там завтра через два года мы обозначили там лет десять и посмотрим живем и видим согласен хорошо давайте еще раз прервемся новости послушаем на финал fm потом продолжим итак друзья продолжаем эфир последний у нас к сожалению часть его осталось но тем не менее время еще есть чтобы продолжить обсуждение сегодняшней темы напомним мы говорим сегодня по поводу национальной валюты ну и вторая часть да в заголовке по крайней мере касается долл из шансов америки вот сейчас я попытаюсь наших моих сегодняшних гостей вывести на разговор о том откуда же начинаются все течения да откуда ветер дует хотя это очевидно еще раз я представлю сегодня в студии анатолий артюхов член совета директоров федерал финанс группы дмитрий шагардин начальник отдела доверительного управления кит финанс брокер телефон студии 65 10 99 и 6 код москвы 495 сайт компании финам точка fm не ну тебе первый вопрос тебе первый вопрос по поводу политика федрезерва по поводу ожиданий будет не будет кстати в четверг выступает госпожа елин да что тоже наверное будет достаточно интересно для рынков все таки она я так понимаю уже будет позиционировать себя да как глава федрезерва совсем осталось недолго бернанке в юбке называют так поэтому в целом рынок ожидает того что риторика будет сохраняться то риторика который бен бернанке соответственно озвучил проводил эту политику и интересно потому что все-таки заседание будет в декабре двухдневное заседание с пресс-конференции последний в этом году в этом году и да и вот так вот вся ситуация интересно извернулась развернулась и опять ставки повышаются на то что в декабре начнется так называемый fat tapering получил аббревиатура сам бернанке кстати придумал в марте месяц по-моему то есть программу выход из программы количество смягчения до тейперинг и на мой взгляд здесь на самом деле не так важно когда он случится там в декабре либо это будет начале следующего года хотя наверное желательно было бы наверно начале следующего года почему потому что правительству крайне важно вместе с центробанком действовать сейчас политики американские как вы знаете проблемы свои отложили на некоторый там период вперед по поводу потолка госдолга если да и вопросы с бюджетом все это опять нас ждет впереди эти баталии договоренности и это очень нехорошо это он еще нехорошо и действительно текущая ситуация пост кризисная когда вот американцы выходили из кризиса было действительно карак крайне важно вот в условиях деливеридж так называемого чтобы правительство видел за спиной контрагента который будет выкупать облигации это был фрс они действовали связки то есть фрс свою работу выполнил молодец все все сделал все что нужно было сделать и сейчас как я говорю мяч на стороне политиков которые к сожалению не показывают политической силы политической воли не могут договориться это очень нехорошо поэтому баталии еще будут впереди начального года и феврале поэтому вероятней конечно же что не в декабре случится так называемые ты перенька он случится в ближе к марту ну я не исключаю что в декабре будет это не так важно потому что уже было озвучено что это будет значит а будет так или иначе рано или поздно рано или поздно случится экономика американской это не уже программа курина по большому счету не нужна экономике нужны нулевые процентные ставки то есть курии это уже дело до прошлое все надо забывать хотя объемы выкупа большие остаются не будет постепенно сокращаться но деливериш уже прошел свой экватор американский потребитель чувствует себя все более и более лучше проблем там понятно что много и на рынке труда проблем очень много но в общем я думаю что к пятнадцатому году уже действительно начнется процесс нормализации процентных ставок и постепенно дела будут улучшаться и конец тому году да да поэтому куе как программа на мне кажется уже себя исчерпал и по большому счету не нужна правда проблема в том что рынок очень все это тесно воспринимается прямо что и нервничает очень и будет нервничать и будет падение все таки когда все это будет заворачиваться на твой взгляд вообще вот программы а их как известно несколько было да в разных форматах в разных размерах но они задачу свою решили глобально да потому что изначально да когда после кризиса восьмого года сразу ставки до нуля ну федрезерв по крайней мере помню в октябре три раза он собирался один у него было заседание очередное два внеочередных и там ставка просто да вот до этих 0 25 практически за один месяц все там нулевые ставки хорошо потом придумали программы количества смягчения я так понимаю для того чтобы а да замедлить сначала падение вот это вот кризисное соответственно потом чтобы экономика нащупала какую-то опору и дала падение смягчил получила да получила возможность к восстановлению все-то какому-никакому но к восстановлению задача решена глобально здесь мое мнение и не имеет никакого значения но результат он на лицо конечно они сработали я думаю и и ближайшее будущее тоже покажет что все все было вроде как правильно причем дим надо подчеркнуть ведь да что наверное в истории до подобные да весь ключевое слово это делеверидж это это завершение но делей 6 ознаменал завершение долгосрочного кредитного цикла который соответственно начался после кризиса там 30-х годов или при депрессии когда тоже был деливеш в американской экономике то есть не какой-то был спад циклический обычный там рамках десятилетия то был завершение большого цикла который соответственно ознаменуется в этот потерянным десятилетиям так называемым да уже сколько лет пять лет уже шесть уже прошло с момента кризиса с 7 года мерку брать то есть экватор явно пройден и все 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 правильно делов р.с. на мой взгляд то есть необходимо было монетизировать госдолг правительству необходимо было свою очередь в ответ на кризис резко увеличивать траты траты откуда где вырать деньги налоги не повысишь потому что полная депрессия на население соответственно надо выпускать новый долг кто будет выпускать долг правительство выпускает кто будет покупать в мире никого все всем страшно покупает центробанк это нормальный процесс как бы то есть программа выкупа активов монетизация госдолга то есть и сейчас потребность такой нету тут еще вопрос о том надо поднять о том что как сильно расширился дефицит американского бюджета в раме кризиса в ответ на стимулирование экономики соответственно сейчас дефицит бюджета резко сокращается и средний по истории там за последние 50 лет два с половиной процента и там до 25 дефицит бюджета и сейчас он в районе четырех процентов уже то есть а был во время кризисами 10 процентов то есть дефицит сокращается монетизация объема тоже будет сокращаться постепенно все будет возвращаться в нормальное русло я здесь проблем таких глобальных не вижу честно говоря глобальных смысле в штатах или ну да 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 сейчас да 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 и вот и если про европу в двух словах вот европа то не сделала того самого что нужно было сделать ей и сейчас я вот как раз таки ждал отец об этом каких-то нетрадиционных мер понятно что они не могут как фрс выкупать долги до отдельных стран этого конфликт интересов возникнет и поэтому так долго европа выбиралась то есть из рецессии только только вот начала выбираться решения а вот японию вспомните япония сейчас о чем нам говорит о том что вот мы свое куето по полной программе будем запускать почему потому что они не доделали его в 90-е годы сейчас увидев то что фрс смог это сделать и экономику оживить соответственно вывести из дефляции то соответственно и японцы сейчас переняли опыт фрс и тоже начали свою активную программу куе про европу я вспомнил сегодня ты я прочел в ленте новостей опять в очередной бывший глава федрезерва господин гринспин по поводу евро и еврозоны высказался что в принципе он говорит за цитату не ручаюсь но мысль такая в принципе говорит он что евро должен быть в едином государстве а вот то что происходит у вас сейчас это либо либо вся эта ваша еврозона на со временем да каким-то образом ну развалится не хочется говорить но видоизменится либо евро как оборот объединить единой валюты просто не будет как то считаю я согласен все валютные союзы так или иначе в истории все разваливались если они переходили на более совершенную стадию то о чем вы говорите то есть совершенной стадии это когда объединение до геополитическая на самом деле европа сделала очень много для выхода из рецессии они после по самому сложному пути но не провели необходимые реформы это в особенности я говорю про страны пикс так называемые периферийные страны почему завершился долговой кризис так называемый на самом деле не из-за того что там драги сказал что вот мы там сделаем все чтобы спасти не из-за того что все напугались сразу да и там мы запустим программу там о м ти там и обозвали из-за того что действительно были проведены большие реформы на рынке труда периферия начала восстанавливать конкурентное преимущество это можно по испании сказать они профицит по торговому балансу нарисовали впервые за 60 лет в марте 2013 года их продукция стала конкурентоспособным благодаря тому что они начали жестко резать траты жестко резать эти профсоюзы и так далее либо реализирует как-то рынок труда сделать его конкурентным экономика стала конкурентной и соответственно зависимость от внешнего фондирования у испании она просто прекратилась и спекулянты просто и не зачем было схватиться потому что страна могла сама уже финансировать свои долговые обязательства счет внутренних сбережений не за счет там немцев и сторонних каких-то других стран вот и все как бы поэтому это был тяжелый период такой дефляционный сценарий был но они постепенно как я уже выходит из рецессии вяло будут выходить но но выйдут но дальше проблем еще больше будет вот я тогда тоже веду к тому что то ли да но тем не менее вот дай бог что получится так как о чем говорит сейчас дмитрий это решает все задачи я имею ввиду стратегически в еврозоне или нет как стратегически вряд ли может нет определенно какие-то задачи будут решены я просто хотел немножко сказать другое что вот все что вокруг происходит россии в принципе это же замечательный полигон для наших властей уже есть много вариантов а если пойти туда а если пойти сюда то есть уже не нужно гипотетических там каких-то предположений а уже вполне очевидно что что произошло если сделать вот так что произошло если сделать вот так и если и правительство и центробанк будут работать в одном направлении в четкой связке они как лебедь рака щука тогда в принципе у нас может наступить благоденствие вполне скоро благоденствие хорошо да 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 я исключительно взаимосвязь это корректно вот просто наверное главный вывод нашей всей встречи по поводу вот всего да что действительно правительству и центробанку надо очень тесной связке работать чтобы действительно проводить грамотную политику и тем не менее еще один момент вот по поводу того о чем анатолий сейчас заявил это корректно смотреть на европу да и безусловно потому что европа выбрала один вариант выхода из кризиса не имея возможности федрезерв другой нам ближе европейский я так понимаю у нас есть из чего выбирать у нас есть выбирать нам все-таки на мой взгляд это ближе как ни крути американской сценарий у нас долго такого-то выкупать то что у нас выкупать то нечего нам надо просто ставки постепенно снижать и проводить структурные реформы в экономике с чего начали чем закончить да 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 ну и собственно подчеркнем тогда потому что минутка осталось еще до подчеркнем еще вот эту идею да дима собственно об этом сказал что действительно связка до центрального банка и правительства и во многом определит дальнейший позитивный результат о благоденстве просто мне очень понравился благоденствия не просто на самом деле интересно как все это будет а то что или сторонником той идеи что супер цикл сырьевой он закончился и вот теперь новая реальность в условиях стабильно высоких цен ну высокие они уже как высокие относительно высокие мы уже привыкли к этим ценам и поэтому они уже для нас невысокие вот если действительно подтвердиться то вот идея теория того что супер цикл закончился и рост доллара наблюдаться будет у нас в ближайшие годы как будет выкручиваться соответственно наше правительство и наши монетарные власти вот очень интересно понаблюдать остается только надеяться что они ну давайте так поскольку мы не посторонние граждане российской федерации перед все мы будем не просто наблюдать да ну и по посильный вклад какой-то в этот процесс да этот процесс вносить ну как минимум периодически разговаривали этом в прямом эфире друзья мои спасибо огромное анатолий артюхов член совета директоров федерал финанс групп дмитрий шагардин начальник отдела доверительного управления кин финанс брокер сегодня были в студии сухого остатка ну мы обсуждали то что обсуждали в общем договорились для до благоденствия вот это слово ключевое мне очень понравилось анатолий спасибо огромное дай бог что действительно через какое-то может быть и непродолжительное время наступило благоденствие ну на всей земле ли либо в отдельно взятой российской федерации спасибо уважаемые слушатели за внимание успехов на рынке до свидания